Сегодня о гигантской свалке на Галустинском тракте напоминает только рыхлая земля. Но еще полтора месяца назад здесь ежедневно работали десяток самосвалов и погрузчики. Мусор, который копился 15 лет, наконец убрали. В текущем году Иркутскому району муниципальному образованию была выделена субсидия в размере более 7 миллионов. Нами заключен контракт на ликвидацию на территории Иркутского района несанкционированных свалок на 105-м километре Галустинского тракта. И на территории Аюкского муниципального образования в деревне Зыково. Чтобы определить объем работ, в 2021-м администрация Иркутского района провела специальное обследование почвы. Установили площадь свалки более 26 тысяч квадратных метров. Чтобы убрать накопленный за много лет мусор, рабочим пришлось совершать по несколько рейсов в сутки. Ежедневно убирались по 14 единиц спецтехники. Весь мусор, который собрали у нас подрядчики, он у нас вывезен и складирован на территории специализированного полигона в городе Ангарске. Как сообщает глава Галустинского муниципального образования, последние два года свалка не росла. Для местных жителей туристов организовали специальные места, куда можно выбросить мусор. По всему поселку установили огромные контейнеры. Теперь путь на Байкал чистый, неприятно пахнет хвоей. А о месте бывшей свалки напоминает только информационный баннер о запрете вывозе мусора. С работой подрядчик справился. Окончательный срок выполнения работы по контракту у нас составляет 31 июля. На сегодняшний день они уже переместились на территорию деревни Зыково. Всего за год в регионе уберут 61 несанкционированную свалку в 25 муниципальных образованиях. Правительство Приангария на эти цели выделило 123 миллиона рублей. Предварительно площадь, заваленная отходами на сегодня, почти 100 гектаров. Екатерина Сыроватская, Артур Ощупкин. Новости сейчас.